всем доброе утро как дела все посмотрели трипл джи дайте чуть-чуть покажу вид из окна чтобы так не знаю что там бизнес не бизнес короче трипл джи в любом случае казахстан прославил так что побольше чем многие кто сидел у руля я на лучший все равно поэтому я в остане неделю же на деда молодец бабла заработал страну прославил так Продолжение следует... Спасибо, что вышли. Пожалуйста. Зато Астана сейчас никогда не коробило название столицы Нур-Султан. Я всегда называл ее Астана. Вот. И поэтому... Единственная маркировка этого астанинского аэропорта останется... Как там делали? НКК, что ли? Или что такое? НСК, что такое? Ее не поменяют. Ее с Целиноградой ТТС поменяли на Нур-Султан, короче. А Астана, я так понял, буквы заняты. Поэтому бабла отводили немерено просто за вот это. Вот. НКЗ, да. Нур-Султан, Казахстан будет. Во-во-во, НКЗ. Вот. И теперь, если менять на Астана... Че там? Астана, КИЗ? Ну, короче. А АКИЗ надо, да? АКИЗ надо. Ну, короче, уже нету все равно букв. Не осталось. Игорь советует тем, кто разочарован в проигрыше. А че разочарованы? Есть возраст, есть гравитация. Ну, как бы, все нормально. Че расстраиваются? Порадуйтесь за человека. Человек, ну, этот, заработал денег. Прославил страну. Человек, ну, сейчас, я не знаю, у него еще бои будут или не будут, но в любом случае, я бы на его месте уже уходил, допустим, да? 40 лет для бокса ты уже древний. Он сейчас жить начнет. Он сейчас там будет заниматься семьей, он будет заниматься женой. Вот, поэтому скорость не та, 40 лет. Представьте, ну, уже капец это. Заработки с Валберес, понятия не имею, ничего не могу сказать. Многие люди зарабатывают на Валберес, на Каспии зарабатывают, на Амазоне зарабатывают. Поэтому человек сейчас начнет жить, да? И слава Богу, почему человек выходит уже три раза замуж? Можете сказать, когда мой сын будет дома, как-то что скажет. Не могу. Валберес вытесняется Ки-Зет. Ну, не знаю, вообще у этого, у Каспии амбиций были стать Амазоном на территории Ки-Зет, но я так понимаю, он не скоро получится. То есть, Каспий, он, ну, сейчас захватит потихоньку. Увидите. У Каспия давно планы такие. Что нас ждет сегодня? Здесь карты, что останавливает, да? Здесь не то, что ждет. Это не гадание, нифига. Да, это, ну, это, короче, это метафорические карты. Если честно, можно вот так сфотографировать город и сказать, что это значит в той ситуации. И человек будет описывать, да? Другой человек другое увидит. Тут это просто картинки, которые помогают работать с человеком. Ему помогает абстрагироваться от этого. Поэтому... Карту, пожалуйста, вот. Себе скринь и скажи, что это в твоей ситуации для тебя. Карта не скажет, что в твоем предназначении никогда. Никакая карта. Ну, вообще, я, конечно, ну, это хель, по-моему, полная. Предназначение ты выбираешь сам. То есть, то, что тебе нравится, куда ты идешь, для чего ты идешь, как долго ты сможешь идти. Вот я сейчас готовил вебинар на тему фокусировки, да? Ну, фокусировки на цели, как ее достичь, что мы так далее. Но в оконцовке фокус это только один из параметров общего и целого, да? Поэтому... Вот. И поэтому люди останавливаются на полпути. Кто-то останавливается, вот завтра, короче, ты будешь богатым, и ты такой, нет, это не мое, блядь. И уходишь. Многие люди перед премиями ругаются с начальцами и посылают их нахуй, считая, что начальник мудак. А на самом деле мудак ты, который не может выдержать просто напряжение в деньгах. Понимаете? И это будет закрытый вебинар. Это для, там, клуба одного. Вот. И там бизнес-клуб, там, в общем, этот... Там будет вебинар. Они сейчас технически все это подготавливают. Я сделал презентажку небольшую, да? Вообще, по презентациям не особо люблю работать, но посмотрим. То есть... Сойти с ума от метафорических карт невозможно, если человек до этого не был сумасшедшим, понимаете? Вы не можете, как сказать... Некоторые к психологу идут и сходят с ума. Или вы пошли к психотерапевту и сошли с ума. Ты уходишь от него с тем, что ты уже принес туда, понимаете? Невозможно, это все равно, что пойти к онкологу и сказать, я бы сходил к онкологу, у меня рак, да? То есть... Ну, это же не из-за него. Глупо обвинять карты в том, что человек сошел с ума. То есть, ну, метафорические карты. Я не знаю, там, тару, там, чуть-чуть другое это все. Это другая технология, но вот эти гадания все, там, и так далее. От этого, ну, можно сдвинуться по фазе, да? Чуть-чуть. Но и то, это у человека должна быть предрасположенность. С ума сойти можно от чего угодно, потому что любое какое-то действие, твое или чужое, может триггернуть твои какие-то вещи, и у тебя, ну, как бы, они выйдут. Ну... Я же говорил, сейчас отвечу на звонок. Вот. Меня слышно? Поставьте плюсики. У-ху! А, все слышно, да? Супер. Вот, поэтому, насчет того, что тот, чего сходит с ума, это все по-разному сходят. Это у всех по-разному проявляется, выявляется. И триггеры разные у всех. Вот. Поэтому нельзя обвинять, ну, какое-то событие. То есть, это вы, это все равно, что когда собаку бьют, она палку кусает, да? То есть, нужно смотреть причины, а причины всегда в человеке. Даже вот сегодня там, а, женщина опять виновата, про любовница. Смотрели сегодня, да? Женщина опять виновата, многие пишут, там еще что-то пишут. Но на самом деле виноват в своей жизни ты. И если, как бы, еще будет почему любовник лучше, чем муж, вот это тоже, мне кажется, взорвет. Вот, а на самом деле, ну, там чуть другие механизмы играют. И поэтому, если муж задает, задаст вопрос, да, как мне вернуть жену, там уже все. То есть, не будь мудаком, тебе давали шанс. Поэтому. А бывает же, когда клиенты обижаются, когда я матерюсь, бывает. Отличницам не нравится, когда я матерюсь. То есть, но бывают женщины, которые по-другому не понимают. То есть, если мы говорим про терапию, на терапии, ну, можно провоцировать по-разному, да? И отчасти я пользуюсь провокационной, как бы, психологией. Это многим сильно не нравится. И провокационная психология вообще, ну, она не сильно заточена на то, чтобы понравиться клиенту, да? То есть, есть психологи, которые, с которыми вы становитесь, вот, типа, друзья, да? И выходите три раза в неделю, сука, пять лет, да? Ну, не все, ни хера не меняется, да? То есть, ты такая, я вот не смогла, ничего страшного на следующей неделе придешь, решим. И то, а провокационная психология может спровоцировать так, что ты начнешь действовать. Не можем переехать в другую страну, что-то не получается. Страх. Чего боишься? Вон, тяни карту. Хочешь, вы эфир вайте? Так обидно, что наш чемпион проиграл. Это спорт, это нормально. По радости человека, за человека у человека начнется своя счастливая, блядь, жизнь. Без всяких тренировок ежедневных. Для сорока лет такую форму держать, ну, с ума сойдешь. Вы на меня посмотрите, я, блядь, расплылся весь. А он красавчик, Гена. Поэтому. Видите, вот так уж карты. Я так не умею, хотя. Хе-хе-хе. С этим так не получится. Карты не той марки. Или руки. Вот. Поэтому вот так. НЛП обучение, нормально отношусь? НЛП нормально? Чуть-чуть. Я иногда читаю книги по НЛП. И я знаю, кто это, вот я знаю лично человека, который привез. Ну, как, мы не дружим. Я был на тренинге, я там еще где-то был. То есть, я с ним делал прямой эфир. Вы посмотрите. Ситников есть такой. Ситников, он первый привез НЛП в Россию. Вот. Классный чувак такой, очень этот, ну, кайфовый. Мне очень нравится. Поэтому. Что я могу сказать? Я к коучингу очень хорошо отношусь. К татахилингу отношусь. Ну, как бы. То есть, люди, вот, все. Я ко всему отношусь хорошо, куда идут люди. То есть, если людям нравится, значит, хорошо. Вот. Если есть позитивные отзывы, я, ну, значит, окей. Чемпион наш, чемпион. Заживет сейчас Геннадий. Геннадий Геннадьевич Годовкин. Будет жить теперь. Жизнь только началась у него. Сейчас ему надо думать, куда деньги вложить. Он хотя бы в Караганду вкладывает. Ну, в общем, красавчик. Кто думает, я говорю, идите, мы довольны после сеанса с Игорем. Спасибо. Вот. Поэтому вот так. Доброе утро, последний герой. Доброе утро тебе и таким, как ты. Доброе утро, последний герой. Я нет, не гадаю. Это метакарты. Как они работают? Смотрите. Вы сейчас выбираете... Короче, сначала надо сформировать свою ситуацию. То есть, какой-то запрос. Что тебя останавливает? Эта карта про страхи. То есть, что тебя сдерживает в достижении твоей цели, или в отношениях. Ну, вообще плевать, где на работе, что-нибудь. И мы, я, выбираю карту номер один. Вот их будет всего три. Карта номер два. И карта номер три. И вот, что это для тебя, для твоей ситуации? Давай. Выбери карту, одну из трех. И вот, для твоей ситуации, карта номер... Кто выбрал карту номер один? Посмотрите внимательно, что это для тебя значит. Кто выбрал карту номер один, можете скринить. У вас пять секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Карта номер два. Посмотри, какие эмоции у тебя, какие ассоциации у тебя с этой картой. Скриньте тоже. Раз, два, три, четыре, пять. Задайте себе вопрос, что для тебя это понимание. Вот. Карта номер три. Скриньте. Раз, два, три, четыре, пять. Все. И задаете себе к этой карте вопрос, да? Что это для меня, для моей ситуации? Что я там вижу там? И начинается, ты говоришь, вот это, вот это, вот это, вот это. Потом ты задаешь вопрос себе опять. Туда глубже, да? Допустим, там выходит, там, стра... там, одиночество, да? Или там, плыть против течения, там. Что это для тебя такое? И ты начинаешь себе задавать вопросы глубже. Но это уже чистый коучинг, да? Значит, что для тебя глубина? Что для тебя страх? А когда первый раз ты испытал, там, и туда копаем, копаем, до той боли, которая, вот, ну, вот, всковорнется. Но коучинг, он не идет, он не идет в прошлое, да? Но, или идут в прошлое очень мало специалистов, потому что, ну, не все могут выходить, потом из негатива человека выводить. Вот. А я, ну, как бы... И задача такая. Тебя довести до той боли, которая истинная твоя боль, потом ее поднять по ценностям, после этого преобразить, что эта боль тебе дает, какой тебе опыт дает, как ты, опираясь на этот опыт, можешь изменить свое будущее или и настоящее. Составляем план, декларацию, и все, пошли. Все? Вот примерно техника. Доброе утро, последний герой, доброе утро тебе и таким, как ты. Доброе утро, последний герой, последний герой. Та-ра-да-да, последний герой. Доброе утро тебе и таким, как ты. Доброе утро, последний герой, доброе утро тебе я в Астане буду в среду улетаю, то есть где-то в первую половину дня я еще вторник буду принимать, завтра я буду весь день, по-моему, дома, ну, в смысле, принимать. Вот. Получается, где-то до 4 пока, то есть еще раз, два, три. Еще три часа свободных есть на завтра. вторник вот где-то с 12 еще часа три есть свободных, то есть, ну, еще есть время. В реалити-шоу моя игра, ну, возможно, ну, да. просто если честно, я от реалити-шоу моя игра ожидал, ну, у меня ожидания были больше, потому что они, ну, как-то началось это все очень динамично, очень, очень, как бы, ну, но потом что-то с ними произошло, и не знаю, если честно, почему-то просмотров было мало, потом они, я их копировал, их реалити-шоу на свой ютуб-канал, они мне, ну, типа, позвонили, типа, нафига ты это делаешь, ну, типа, нельзя, авторские права, уедите нахер, короче, все удалил, закрыл, вот, и их какое-то отношение, потому что я копировал не только свою сессию, ну, свои там серии, а полностью весь их проект, то есть, это для них реклама дополнительно, не взяли, ну, типа, нельзя, блядь, ну, короче, они еще остались в 90-х до сих пор, этот седьмой канал, какие-то этот, олдскульные, еще говорят, а как можно там, типа, этот, из интернета вытащить людей, ну, к себе, но если вы так, блядь, дрожите, ходите за каждый свой выпуск, ну, чего вы добьетесь, нихера, вот, поэтому, телепроекты, знаете, очень часто они ложные, если честно, и, в том плане, что это все было по-настоящему, но, ты не можешь залезть, то есть, тебе не дают общий сценарий в начале, тебя, когда снимают, тебя снимают много, тебе кажется, что это передача, сука, про тебя, и твое эго, потом думают, а, блядь, сейчас, короче, а в оконцовке я показываю, там, 30 секунд, и это немножко, ну, как бы, ты же думаешь, ну, весь мир вокруг тебя вертится, а, оказывается, фиг, вот, у них есть общий какой-то сюжет, сценарий, и, ты оказываешься просто там какой-то частичкой этого всего большого, вот, поэтому, не знаю, можно снять свое реалити-шоу, это было бы намного интереснее, чем, наверное, это делать там, делать это, ну, как бы на ютуб канале, делать это в интернете, в инстаграме, грамотно, Шенкент, привет, Шенкент, Илья, привет, привет, вот, и я приеду в Ченкент, кстати, мне нужно сегодня билеты покупать, я приеду в Ченкент, 8 числа, 8 октября, будет тренинг у Некрасова, сейчас не надо созвониться, кстати, сегодня, и билеты сформировать, и гостиницу забронировать, сегодня вечером займусь этим вопросом, вот, поэтому я буду там дней 10 в Ченкенте на тренинге, потом я буду 10 дней в Астане, то есть, меня в дом не будет 20 дней, это капец, я уже давно так не летал, ну, в общем, семья опять без меня будет, это очень так, так себе, 20 дней подряд, это, жопа, короче, я сам устаю, потом, в чужих кроватях спать, это, сголбаешься, вот, а так, вот, в Америку рассрочки нету, смотрите, не надо ко мне ходить в долг, не надо ко мне ходить, там, по Каспира, еще по какой-то фигне, почему, потому что толку не будет, идите ко мне туда, куда можете дотянуться, да, то есть, если не можете дотянуться на мастер-класс, идите на вебинар, если не можете там еще что-то, если совсем нет денег, то есть, постоянно надо смотреть этот, прямые эфиры, повезло вашей жене, муж командировочный, но, дома нету, мозги нет у нее, вот, и поэтому, очень важно, идти туда, куда ты можешь дотянуться, потому что, если ты заплатишь больше, чем ты можешь, можешь, ты ничего не поймешь, то есть, ты заранее, это, знаете, как вот, это все равно, что ты, когда зарабатываешь 100 тысяч тенге, пойти покушать в рискарт, они за 50, допустим, да, тысяч тенге, вот, и ты же скажешь, что, сука, невкусно там, и все не так, и, то есть, ну, и толку не будет, да, ты, ты не испытаешь удовольствия, вот, поэтому, можно, конечно, короче, надо приходить за ту сумму, на которую ты готова потратить, то есть, должно быть чуть-чуть жалко, не так прям кратно, прям этот, но должно быть чуть-чуть жалко, вот, потом, есть YouTube полный, бесплатного контента, немерено просто, аффирмации, письма прощения, там все, тренинги, все вот онлайн, вы, вот, все выложил, чтобы было, вот, поэтому, ну, просто, куда дотягивайтесь, листами берите, нету, ну, вообще, жалко денег, вот, бывают люди зарабатывают, а на себя жалко, да, сидите на моих прямых эфирах, сидите в YouTube, там, даже бесплатно, просто сидите, слушайте, вникайте, потихоньку, потихоньку, мышление изменится, конечно, для тех, кто начинает первый раз меня смотреть, там, фу-фу-фу, материться, что-то фигню несет, да, но потом потихоньку, потихоньку, это влезет в твой ум, и твое мышление тихо-тихо изменится, и ты начнешь понимать, про что я тут говорю, как бы там, вот все, а, вы мужчин защищаете, там, всегда, на самом деле, я за женщин, всегда, да, то есть, я, как бы, я оберегаю женщин от самих себя, короче, женщины сами себя фигачат, и этого сами, блядь, не понимают, да, они хуярят мужчин и думают, что это им поможет, но это не помогает, да, поэтому, конечно, ну, некоторые высказывания у меня резкие очень, но, привыкните, если по-другому не доходит, если до многих, что делать? согласно самому начальник, когда вас услышала, так и подумала, но услышала правду в ваших словах, вот, видите, жалко купить дорогое платье, как будто деньги потом не придут, вот это самая большая ловушка нашего мозга, что денег больше типа не будет, если твой мозг сгенерил какую-то сумму, то он сможет сгенерить ее еще раз, мало того, он сможет это генерить в любой другой стране, нам иногда кажется, что, ну, где-то там, за границей, я буду зарабатывать больше, ху-ю-шки, почему, мама, привет, почему, потому что твой мозг будет генерить ту же сумму, которую генерил здесь, понимаете? То есть, если ты здесь зарабатывал там тысячу долларов, ты в любой стране будешь зарабатывать тысячу долларов, если ты зарабатывал здесь десять тысяч долларов, любую страну, даже там в Уругвай куда-нибудь поедешь, ты заработаешь десять тысяч долларов, понимаете? Но если ты здесь зарабатывал тысячу, поедешь в Америку, будешь зарабатывать, сука, ту же тысячу найдешь, Ты не увидишь просто больше. И зависит не от страны, а зависит от тебя. Экономическая составляющая влияет, конъюнктура влияет, но для ума разницы нет. По большому счету. Ты увидишь только ту сумму, к которой ты привык. Или ты можешь попасть в другие условия, но ты все равно найдешь те условия, которые будут. Так, секунду. Сейчас я выйду и зайду. Поэтому вот так. Так, это надо тогда увеличить. Вот отсюда. Вот, поэтому вот так. Как убрать блоки в голове? Это смотри какие блоки. С умом все понятно, понимаете? То есть ум можно обмануть. Но с ленью что делать, да? То есть, ну и в принципе и с этим можно обмануть. Там есть такая формула изменений. Знаете, вот те люди, которые не могут там переехать давно, развестись, жениться, замуж выйти. У вас просто недостаточный уровень неудовлетворенности и ситуации. Поэтому вы находитесь там, где находитесь. То есть, человек выходит, ну и начинает менять только тогда, когда он попадает в состояние неудовлетворенности. Если тебя, вот там, муж пиздит, да? Почему я говорю, что там оставьте в покое, ну и его нравится. Если тебя что-то не устраивает, у тебя есть только, ну, несколько, на самом деле, вариантов. Это изменить среду, в той, в которой ты находишься, да? Второе, у тебя есть возможность изменить, ну, как бы... У тебя есть возможность покинуть среду, да, если ты не можешь изменить. То есть, если ты не можешь изменить ситуацию, в которой ты находишься, ты можешь ее уйти оттуда. Но если ты не меняешь среду, не уходишь оттуда, то тогда, как это, какой-то, как это, какой-то, как это, косы-потер. Вот, понимаешь, тогда молча сиди, сукой, не отравляй людям жизни. Ни хер ныди. Потому что тебя все устраивает. И я вот это... Мне формула очень сильно понравилась, формула изменений вот этого Бекхарда. То есть, неудовлетворенность должна быть, да? То есть, тебя не должно устраивать то, где ты находишься. Второе, у тебя должно быть видение, где ты хочешь находиться. То есть, у тебя должно быть четкое видение того, что ты хочешь. Сначала неудовлетворенность, потом какое-то свое желание. И третье, самое важное, ну, одно из важных, это первые шаги. Нужно сделать что-то, первые действия для изменения этой ситуации. То есть, все, и ты пошел, и у тебя изменения. Если хотя бы одного из компонента нет, в твоей жизни ничего не меняется. Все, понятно? Понятно, кто там спрашивал, почему переехать не может. 17 лет уехал сын учиться. Короче, мы скоро дочку тоже будем отправлять, через годик, через два. Я уже плачу, если честно. Но это, это, знаете, это называется сепарация. И лучше его не возвращайте. Годик поревете, потом будет легче. Потом, когда через пять лет он вернется, вы посмотрите, какого мужика вы воспитали. Что делать, если замужние подруги ревнуют своих мужей? Я не замужем. Можешь выйти замуж и делать то же самое. В любом случае, ревность, она, ну, как бы, будет. Это женская такая херь какая-то, которая не лечится, я так понял. Это не уходит. То есть, это все равно вам кажется, что уведут, убежит, еще что-то. Это же, видите, это мужчина же, он источник дохода, на самом деле. и если он уходит, то ты остаешься с голой жопой или там одна или так далее. Это всю жизнь так было, да? И сейчас интуитивно, как бы, вот это анахронизм, что якобы ты без него, если мужика нету, то ты умрешь. И вот из этого страха все держатся за этих мужиков, да? В современном мире женщина может выживать сама и нахер ей мужик не нужен, по большому счету. Но поэтому если он работает, а ты не работаешь, ты по-любому будешь его ревновать. Во-первых, потому что у тебя слишком до хера свободного времени. Когда тебе слишком часто, ну, много ревнуют и так далее, у этих женщин слишком до хрена свободного времени. И для того, чтобы она не ревновала, ей надо свой мозг чем-то занять. А мозг можно занять, только создав ей проблемы. то есть ей надо устроиться на работу, ей надо, я не знаю, открыть фирму какую-то и что-то делать. Вот как-то загрузить ее мозги, чтобы она о чем-то переживала. Потому что когда мозг не занят, женщина начинает искать проблемы, которых нет. Поэтому лучше создать искусственные проблемы, это вот советы мужикам, откройте фирму какую-нибудь или что-нибудь, и вот пусть она там дрочится. Или там, это особенно для тех, у кого дети повзрослели. Ждем серию байки психолога, только на ночь нельзя смотреть, жрать хочется. а в субботу вот должны выйти же, да? По-моему, в эту уже должны были выйти. Где? Вот. А вот байки психолога скоро вот сегодня будут. Да, или когда это? 18 сентября в 8.00. Вот, сегодня будет про алкоголизм и зависимость. Интересная рубрика, да, очень понравилась? сейчас. вот. В ютубе, ютуб-канал Игорь Ким, вот, там есть рубрика байки психолога, уже три серии вышло, где я там, ну, рассказываю про случаи, там, яркие случаи с моими клиентами, там. Да, классная рубрика, в это вкусно кушайте, спасибо. Обязательно пишите там комментарии. Вот. По-моему, в этот раз я дыню ел, кажется, сейчас мы приедем, сейчас приеду в эту, в Алмату, что-нибудь еще возьмем. Пошли, один раз я ел, по-моему, Макдак, второй раз ел этот рис с водой и там, с колбасами, с этими всякими. Ну, вот, что-нибудь еще, как-нибудь башпормак сварим. Личный прием лучше напишите в директ, потому что я не хочу его фиксировать. То есть, я поднимаю цены там периодически раз в год, раз в два года где-то, это в зависимости от ситуации и все. У меня ценник выше среднего, ну, как бы, потому что-то 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 так что, друзья, давайте тогда всем пока-пока, большое всем спасибо, рад, что вы здесь. В общем, безбуди, да, обязательно. Каза, карта, ну, карта этот надо отмыть, я, короче, купил, надо его помыть там в лимоне там или в чем отмачивать, я не знаю, чтобы запах ушел, потому что я очень чутких запахом, я два раза в жизни ел карта без запаха, это было Петропавловская каза, из-за этот карта из-за тещи отправляла, бабушка отправляла ее. Вот, а здесь мы купили, а ну, капец, манючая, и надо его помыть как-то. Вот, так что, друзья, такие дела, сегодня рубрика будет на 8.00 в Ютубе, вот, первой, предыдущей серии тоже посмотреть «Байки психолога» в Ютубе, забейте байки, вообще такая рубрика «Байки психолога», интересная, сейчас, байки, да, она так и называется «Байки психолога», так, давайте забьем сейчас вместе с вами «Байки психолога», «Байки психолога», я один такой умный, или, «Байки про психов» «Байки психолога» я один, «Тюремные байки», нормально, короче, «Итсокей», пойдет, короче, вон дыня, про алкоголизм и зависимость точно с дыней там сижу, отгоняющий, так что, в общем, смотрите, заходите, давайте, пока-пока,